Крымского ханства Дулат Зоркина, до 1945 года Дулат, Укр, Зоркини, Крымскатат, Дулат, Дулат, Дулат народ тюрки. Состав казахов старший жуз. Крымские татары Кипшака и Найман Аргын. Первое документальное упоминание села встречается в камеральном описании Крыма 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Дебре входило в Насыевский кадлык Карасбазарского каймаканства Российской империи, Аннексия, Крым веку 17, 8, 19 апреля 1783 года, 8, 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II Сенату, на территории бывшего Крымского ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Перекопскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Перекопский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8, 20 октября 1802 года Таврической губернии, Дулат был включен в состав Таганашминской волости Перекопского уезда. 21 октября 1805 года, в деревне Дулат в девяти дворах проживало 55 крымских. Затем, видимо, вследствие эмиграции люди бежали в Турцию. Деревня опустела и на военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года. Деревня Дередулат обозначена пустующей. Деревню, очевидно, заселили вновь, поскольку учли в ведомости о казенных волостях Таврической губернии 1829 года и отнесли к Башкирицкой волости, переименованной Естаганашминской. На карте 1842 года Дулат обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее пяти дворов. В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Байганчикской волости. Согласно списку населенных мест Таврической губернии по сведениям 1864 года, составленному по результатам восемь ревизий 1864 года, Дулат – владельческая татарская деревня с пяти дворами и при колодцах. Согласно памятной книжке Таврической губернии за 1867 год, деревня Дулат была покинута жителями в 1860-1864 годах. В результате эмиграции, особенно массовой после Крымской войны 1853-1856 годов, в Турцию и оставалась в развалинах. Дулат – Крымского ханства Кипшак, Улук Орда Ведешт и Кипча. Крым. В европейской географии и историографии нового времени, малое татаре государство в Крыму, северном Причерноморье и на прилегающих территориях, возникшее на территории Крымского Улуса в результате распада Золотой Орды. Ханам Чингизидам Хаджи Герайме рассматривалось своими ханами как прямой наследник Золотой Орды и Дешт и Кипчака. Часть населения составляли крымские татары Кипшака и Найман Дулат. Оргын. Крымского хана в этом перечне братьями, равными по статусу крымскому хану правителями, обозначены – турецкий султан, астраханский, казанский и казахский ханы. Отмечено и зависимое положение Нагайского северокавказских черкесов и татар. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.